здравствуйте с новыми снова владимир я решил снять довольно продолжительное видео про подготовку к стяжке по зыким оснований это баня которую мы строили в том году затем прошел сезон зимний и мы опять в этой бане работаем по просьбе того же хозяина в том году перепады вам рассказывал по высоте фундамента там 10 здесь 59 это в сантиметрах поэтому понадобилась обратная засыпка брату засыпку хозяин сделал глиной хотя и предупреждал его что это пучинистый материал хоть он конечно и останавливает движение грунтовых вод которых тут кстати нет но лучше применять не пучинистые но хозяин решил засыпать глиной он засыпал этих примерно от 20 до 60 сантиметров глиной и пролил водой несколько часов работал насос и качал сюда воду потом еще на здание стояло некоторое время без крыши усаживалась и примерно две недели назад мы с ним встретились я ему сказал что делать по такому основанию стяжку опасно без послойной трамбовки слой 60 сантиметров может просесть позже он сказал что же делать сначала хотели сделать несущую плиту на весь дом по сетке в два слоя 12 арматуры 200 на 200 этого миллиметра потом решили пробить шлеп ногой сколько пробьется предварительно еще раз увлажнив недель назад он увлажнил несколько часов закачал насос и дать насос дал просадку где-то 10 12 сантиметров от уровня ну вот так это выглядело после чего мы с ребятами сегодня пробиваем шлеп ногой шлеп нога это очень бешеный агрегат спасибо за предоставлю шлеп ногу славику всего за 1700 рублей вместо 2000 со скидкой спонсор заправки шлеп ноги карбюраторные жигули с механическим насосом карбюраторные жигули с механическим бензонасосом этот ваша мобильная заправка и так мы работаем помещение хоть окна и открытые хоть и тут нету деньги звонят сейчас посмотрим кто ответит в реальном времени да это рядом с фикс прайс за углом от фикс прайс на чехова между теска фикс прайс все поняла сюда это наша девочка принимающая заказами можно найти клиента так вот мы работаем помещение хоть тут и от дверей нету окна установлены открыт но открыты мы купили с высокой степенью защиты распиратор антигазовыми картриджами и работаем только в них так как все молодые хотят жить долго и счастливо я навыка большой с этим абордином работать не имею в основном работают пацаны но так как видео присутствует моя физиономия буду пытаться пробить пару минут показать что за бешеный агрегат ну вот сейчас будем заводить в реальном времени и работу не хочет Аплодисменты. Ну, в общем, понятно. Еще раз повторяю для специалистов. Я не являюсь специалистом в работе на этом оборудовании. А, ладно, перчатки пусть будут. Так вот, после того, как мы пробьем штаб ногой, нам в качестве майка стяжки дал на верхнюю грань нижнего цокольного кирпича. Так, стяжка будет 7-9 сантиметров примерно. Вот это бетон и гидроизоляция, то есть здесь должно вот вот так засыпаться щебным. Сейчас покажем вам примерно готовую работу, где пацаны сегодня засыпали. Вот, смотрите. Вот засыпано с легким избытком. Ну, с избытком понятно почему. Кроме штаб ноги, которая пробила грунт основания, мы завтра будем здесь с виброплитой тяжелой прокатывать, добиваться, во-первых, уровня, а во-вторых, плотности основания. Только после него будем ставить майки и заливать. Несколько хитростей. Первая хитрость. Видите, тут довольно темно. Сейчас темнеет полностью. Что мне показали от работы раньше, мы делаем такую штуку. Иди сюда. Мы покупаем вот такие недорогие по 800 рублей китайские фонари, которые имеют кроме основного света, еще дневной свет. Ну, вот тут хорошо видно. То есть мы вот так вот ставим для нормальных работ. Ну, у меня не знаю, видно или нет. Для нормальных работ этого света недостаточно. Для шлеп ноги, для высыпания щебня достаточно. Почему не используем переноску с проводами? Переноску с проводами не использую, потому что провода будут тянуться, мешать ездить тачке, шлеп ногах перебьет. По этой же причине мы не используем фирменные фонари всякие на базе аккумулятора у Мохито, там, Метабо и даже Хилти. Потому что этот фонарик стоит 800 рублей вместе с аккумулятором. А тот стоит сам фонарь, ранее 3000. Ну, просто аккумулятор, зарядка. Поэтому это расходный материал. Купил за 3 копейки. Разбил. Разбил и забыл. Оператор говорит, что они фокусят. Так вот. И еще хитрость. Вот, смотрите. Работа по засыпке щебням стоит у нас до 5 сантиметров 25, до 15 сантиметров где-то 40. То есть сущие копейки. Еще есть такие проблемы. Вот иди сюда. Покажи, насколько далеко высыпаны сыпучие. Ближе, сейчас встану к вокусу. Ближе. Вот, смотрите, какой рыхлый грунт. Машина подъехать не может. Там 19-18 тонн щебенки плюс сам КамАЗ тонн 11. 30 тонн это засядет тут навечно. То есть он едет только до того места, где есть нормальное основание. После чего мы используем вот такие тачки. Вот смотрите, что важно в тачке. Мы не используем тачки на одном колесе. Какие-то там супермастера по каким-то там тонким досочкам ездят на тачках с одном колесе. Мои ребята этого не любят. Мы купили тачки на двух колесах. Это тачка Беламас китайская. Потом еще что? Вот смотрите, вот это важное место. Во-первых, толщина самого корыта. В центральных городах Ростов, Москва там корыта можно купить отдельно. У нас на периферии этого не купишь. Поэтому помятая корыта фактически означает смерть тачки. Так вот, недорогие тачки имеют вот этот носик чуть-чуть короче. У нас там одна поломанная валяется. На 5, 10, 12 сантиметров. И потому ребята, когда выгружают, мнут вот это вот все. Но это уже, кстати, не тачка, а буква Г. Вот важен носик до самого края, даже если он торчит, вот как здесь, даже на сантиметры дальше. Вот это важно. Два колеса. Здесь колеса идут тачки надувные, но мы их не любим. Опят раз замерз, трясется, а будет присуще с видео. Так вот, мы их не любим. Пока они живые, мы их терпим. Потом, после того, как они порвутся, помнутся, мы выкидываем их и цельнорезиновые ставим. То есть понятно, что в тачке. Носик, цельнорезиновые колеса. Таскать ведрами, если вот так вот, то люди за день ничего не заработают. И я ничего не заработаю, как руководитель. То есть они будут таскать, как подорванные, и заработают. Поэтому что делается? Щебень берется там. Насыпается вот такой, я не знаю, как пандус. Кто любит, я лично езжу без досок. Вот Сергей, оператор, любит с досками. Ну и сюда погнала. В каждой тачке где-то 10 ведер. Но чтобы она легко заезжала, делаем 6-7 ведер. Вот сюда, то есть она заскакивает и погнали. И погнали, и погнали, и погнали. Кстати, вот здесь стоит цемент. Прежде чем его сюда ставить, мы пробили под ним основание. Хоть кажется, что это нет, там немножко сыпучее обсыпалось. Чтобы уже его не передвигать. То есть на сегодня мы пробили основание шлеп ногой, засыпали предварительно. Завтра привезем большую виброплиту. Будем вибрировать основание. И получим ровное, незыбкое, прочное основание для стяжки. И все равно, для перестраховки я договорился с хозяином, что я за просадки не отвечаю. Так как 60 см беспословное отрамбование это очень много. Действуйте разумно, используйте арендное оборудование. Потому что такая штука стоит от 50 до 100 тысяч, смотря китайская она не китайская. А 2000 аренды, плюс их оплачивает обычно хозяин, или включайте в цену квадратного метра. За пробивку мы берем за одну проходку 25, то есть за 4, 25 рублей. За 4 проходки порядка 100 рублей. То есть оно окупается и приносит нормальную прибыль. Все.